Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Жанна Санжак. Сейчас я вам хочу немножко рассказать детально по поводу того, как можно подчеркнуть глаза, при этом создать эффект от отдохнувшего взгляда. Или наоборот, когда можно с помощью вот таких вроде бы светлых, естественных теней, светло-золотистые, светло-розовые, очень часто наносят на внутренний уголок глаза и таким образом придают свежесть взгляду. Если глазки близко посажены, то немножко как будто бы раздвигает и так далее. Но, вы знаете, не всегда это так работает. Я вам сейчас хочу это показать и рассказать. Бытует такое мнение, и в принципе это в классике макияжа, что когда мы берем перламутровые, светлые тени и наносим на внутренний уголок глаза, вот совсем небольшое количество, то это такое придает, видите, как будто бы светящийся момент. И сразу глазки такие, как будто бы немножко отдохнувшие. Да, если вы взяли аккуратную маленькую кисточку и вы попали четко только вот на эту зону внутреннего уголка глаза, какая достаточно распространенная ошибка, которая создает совсем другой эффект. Первое, это если вы не воспользовались корректором для глаз и у вас, например, есть синячки вокруг глаз. Допустим, у вас синячки вот здесь, это идет вена и тут теневая зона, раз. Вы не используете корректор для глаз, зачем он вам нужен, вы считаете, что это все ерунда, и у вас есть теневая зона вот в этом месте. У вас, может быть, есть даже еще и мешочки. Вот здесь тень, здесь мешочки. И вы считаете, что корректор это зло, вам он не нужен. Но вот такой вот элемент высвечивания внутреннего уголка глаза создает эффект сразу свежего лица. Нет, как раз будет наоборот. В каком плане? Смотрите, вот эти блестящие перламутровые тени, они бывают, во-первых, разного цвета. Они бывают белые, они бывают немножко неонного цвета. Или такие светло-золотистые, или светло-розовые, то есть разный по тон. Значит, тут большое значение имеет, какого цвета у вас белки. Если у вас белки не совсем белые, они могут быть желтоватые, они могут быть серые, они могут быть голубоватые. Ну, кстати, голубоватые-то не так плохо. А еще может быть, что достаточно часто глаза красные. Потому что, может быть, вы сидите там за компьютером, там, или еще что-нибудь, неважно, за рулем. И если у вас слизистые глаза и белки имеют, например, розоватый оттенок, то есть близко расположены сосуды, красные глаза, и вы, когда делаете вот такой вот достаточно активный, яркий перламутр, то на фоне этого перламутра белого у вас глаза будут красные. Если глаза белки, точнее, белки желтого цвета, то на фоне белого перламутра желтый цвет белков будет ярче. Это не придаст красоты. Если вы сделали достаточно активно вот этот перламутр, и кисточка у вас заехала немножко на нижнюю часть века, потом чуть-чуть вы нанесли, и у вас заехала на верхнюю часть века, то тогда это может создать эффект отечных глаз, потому что блеск вот в этой зоне, посмотрите, как мгновенно вот эта часть века, видите, она стала нависшая. Если у вас есть такая особенность, что здесь и так уже проявилась, например, с возрастом, то тогда вот это выбеливание перламутром еще больше создаст вот здесь вот отечность века, и это не придаст красоты. Если у вас есть мешочки под глазами, и вы наносили, кисточка у вас, например, большая, нанесли сюда и дотронулись немножечко вот за эту зону, то у вас мешки станут больше. Если вы здесь очень сильно высветлили, давайте я просто вам для примера сделаю с этой стороны, здесь вы не использовали консилер, у вас теневая зона, а может быть строение носа такое, что вот эта зона, она как бы более узкая. Значит, вот эта зона синячки, и вы активно высветляете. Но скажите, пожалуйста, стали ли от этого глаза более красивыми? Нет. Наоборот. Что это даст? Это даст еще более близко посаженные глаза. Почему? Потому что на фоне вот этого белого блика, теневая зона синячки, или вот тут вот вена идет, которая создает тень, на фоне белого вот эта тень будет ярче. То есть мы усиливаем контраст. Таким образом получается, что глаза становятся не такие уж отдохнувшие, они становятся отечные, синяки становятся ярче, и в итоге это нас не украшает. Поэтому, как нужно делать? Здесь есть несколько советов. Первое. Это, конечно же, консилер. Пожалуйста, воспользуйтесь консилером и уберите все вот эти вот теневые зоны, которые есть у вас в зоне вокруг глаз. Убираем. Затем, если вы хотите придать свежесть, то выбирайте, пожалуйста, тени светлые перламутровые по цвету, так, чтобы не было контраста с белком. Если у вас белки желтоватые, то вам лучше не выбирать блик белого цвета, потому что на фоне белого желтый будет ярче, и не выбирать розового, потому что это контраст, неоновый это будет контраст. Вам лучше выбирать, например, там песочно-золотистый. То есть золотой цвет не будет давать такой контраст. Потом, не надо наносить вот это вот высветление очень масштабно. Запомните, у кого есть вот здесь вот объем, вы просто высветлением автоматически создаете еще более нависшее веко. Такие, как, знаете, вот внешние грыжи это называются. Для того, чтобы попасть туда, куда надо, и создать эффект свежести, девочки, нужно выбрать кисточку, которая будет такая очень, знаете, как бы тоненько, аккуратненько, чтобы попасть именно вот на этот уголок. Не надо растушевывать наверх, не надо растушевывать в эту зону. Тут все высветлили, у вас ровненько, красиво. Потом вы берете и ставите буквально вот только здесь чуть-чуть, чтобы это не было очень контрастно. Не нужно уводить вот сюда далеко, это может дать другой же эффект. Поэтому совсем капельку только на внутренний уголок глаза. Тогда это может дать эффект вот таких немножечко, и как будто глазки чуть-чуть разъезжаются, это у кого они близко посажены, да? Ну вот, например, как у меня. Ну запомните, в большей степени это не высветление дает такой эффект, а именно, как ни странно, но чудо-корректор. То есть основная задача, вот у меня нос, что-то тут красноватый, основная задача, как будто бы вот эту зону, грубо говоря, стереть. Стереть это что значит? Это нанести так консилер или там тональное средство, да, на центр лица, чтобы вот эту переносицу как будто бы стереть. Таким образом, вот эта зона, она расширяется. Как только тут есть теневые зоны, это может быть моделирование, например, носа. Вы взяли, тут нарисовали, и у вас глаза опять будут казаться более близко посажены. Но в большей степени это, конечно, брови. Посмотрите ролик про то, как делать правильно брови. Они могут очень круто изменить форму носа, совсем по-другому будет восприятие ваших пропорций, и глаза в том числе. Кстати, с помощью бровей также можно откорректировать слегка нижнюю часть лица, если вы хотите, чтобы брыли смотрелись меньше. Вот такой вот лайфхак, капельку нанесли, и все, тогда будет давать эффект свежести. Спасибо вам огромное. Обязательно подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, в телеграм-канале, на ютубе, вконтакте. Я буду периодически делать такие ролики, которые будут очень вам полезны, и вы сможете применять для себя на каждый день. До новых встреч!